Так, девочки, я хотела бы в первую очередь вас попросить перестать обвинять себя во всех грехах в отношениях с мужчиной. Очень часто я наблюдаю у своих клиентов, с которыми я работаю, что вы часто себя обвиняете во всем, что плохое случается в отношениях. Почему-то вы начинаете со временем, нет, сначала вы обвиняете мужчину, а потом начинаете задумываться, а может быть это я все-таки виновата. Самое главное нужно обвинять кого-то. Перестаньте вообще кого-то обвинять. Перестаньте вообще искать вообще виноватых. Вот оно случилось и случилось. Во-первых, чтобы никого не обвинять, перестаньте что-то доказывать. Вы понимаете, из чего вообще, из чего все происходит, да, производное из чего? Во-первых, когда мы доказываем какую-то правду, да, доказываем правду, естественно, вы кого-то, вы кого-то и обвиняем в том, что он не прав. И у нас это доходит до того, что мы начинаем друга обвинять в чем-то. В чем? В неправоте. Понимаете? Например, ты меня не поддержал. Он начинает рассказывать, почему он не поддержал. Вы не хотите его правду видеть. Она вам не нужна. У вас своя правда. И вы доказываете свою правду. Ну как это так? Ты же мой мужчина. Ну как это ты меня не можешь поддержать и мне не помог? Тогда, когда мне ты так нужен был, мне так нужна твоя была помощь. Он говорит, а мне на тот момент нужно было сделать другое. Как это для тебя что-то было важное, а не я? А у него правда была такая, что для него в тот момент было важно что-то другое. И вы эту правду свою суете, что вы должна быть, а не бумажка. Вы понимаете, о чем я? И вот когда вы перестанете, перестанете пихать свою, а будете принимать то, что вам говорят, и соглашаться с тем, что да, вам не помогли. Да. Да, потому что у него своя правда, он не мог. А у вас такой, ну как это не мог? Окей, вы постоянно начинаете возмущаться, возбухать. Ну что это такое? Как это? Вы не соглашаетесь с его правдой, потому что вы хотите всулить свое. И все. И тогда начинается начало конца. Злитесь на него и все, и все, и все. Что происходит дальше? Дальше вы в лучшем случае, вы миритесь, в худшем вы, в итоге у вас накапливается, накапливается, это все, вы разбегаетесь. Что дальше? Ой, дальше вы продолжаете опять злиться, обвинять его, этим выгораживая себя, что вы правы, чтобы успокоиться, что не зря вы его оставили, не зря вы сейчас сама одна, а хреново одной, одиноко, но вы себя уговариваете тем, что это не ваш человек, все нормально, я молодец, 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 молодец. Как хреново одной. И потом начинаете, как хреново одной, и у вас начинается другая истерика. Зачем я это делала? Мне надо было его понять. А может быть, действительно он прав. А может быть, мне надо было по-другому сказать. А может быть, не надо было так резко. А может быть, не надо было так грубо. А может быть, надо было на тридцать пятом разе остановиться. Или на сто тридцать пятом тысячном разе остановиться. А может быть, надо было простить. Поняли? А я вам скажу такую вещь. Дальше заканчивается тем, что вы хотите это все вернуть. За яйца его, за баклажан его. Давай, Бася, назад. Виноватая я, засранка. Давай назад. И что у нас там происходит назад? С этим задом. А, девочки? А задом происходит то, что опять какая-то ситуация. И ваше эго, где опять вас не слышат, где опять сделали не по-вашему, где опять вы не первая, где опять ваше эго, вы королевишна, а ваш мужчина опять не выделил это, что вы королевишна. А у него это он король. А вы не видите, что он король. Вы только видите, что вы королевна. И я вам скажу одну вещь. Ваш форнер – это ваше отображение. Как вы видите себя, что вы важное. Вот поверьте мне, он видит в себе то же самое, что он так важен себе. И вот здесь начало как раз-таки вот этой всей пигни, с которой я начинала это видео. А теперь вот эта вот, наверное, мысль наподумать. Кого обвинять-то? Перестаньте заниматься самоедством. Начинайте слышать себя в первую очередь, партнера. И перестаньте в отношениях гавкать. Начинайте в отношениях общаться. Видите, я даже не сказала разговаривать. Я сказала общаться. Потому что разговаривать – это бла-бла-бла-бла-бла. Разговаривать можно о чём угодно. Общаться – это взаимодействие, это коммуникация. Знаете, как говорят? Разговаривать можно с кем угодно. Самое важное – кто тебя слушает. Вот так. Спасибо.